Всем привет-привет, мы закончили рабочий день с мужем. Я уже сто лет не была ни в ДЕМ, вообще в центре. Уже три недели скоро будет как-то. Соскучилась по магазину, я говорю, мужа, давай заедем в ДЕМ. Хочу посмотреть новинки от Эсси. Вот эта вот интересная штука появилась. Очищающий бальзам для лица от болея. 4 евро, 95 центов. Девочки пробовали. Не знаю, конечно, каким окажется. Думаю, что он будет такой жирный. Вот. Что здесь еще нового есть? Olive Oil. Гель для стайлинга. Это для волос. Ого, такой вот стик от болея тоже. Вокс. Вокс стик. Вот это интересно, 2,95. Когда я пучок себя делаю, я хочу все волосы убрать. Наверное, вот это вот неплохо помогло бы мне. Так. Сейчас пойдем на стенд с косметикой. Сейчас посмотрю сначала новинки какие-нибудь есть на осень. Должно было бы появиться. Пока ничего не вижу. Косметички обычные. Так. Это что такое? Вот это неплохо было бы для кисточек, да? А это для офиса, оказывается. А это все для офиса. Ой, смотрите, какая ваза классная. То есть как кувшин даже. Ваза кувшин. Вот это тоже интересно. Вот, асочка тоже интересная. 9,95 стоит. Пока такого прям осеннего ничего не вижу. А это что у нас такое? Warinik марка. Где-то я видела эту марку. Может, в даем ее видела. Или в коробочке такой. Вот такие вот мне носки нужны. Только они толстые. 5 пар. Сколько стоит? Сколько стоит? 10,95. Наверное, качественные. Или все-таки короткие будут? Вот прям на сантиметр еще длиннее бы. Посмотрим, что здесь новое есть. От Catrice. Нагель ойл. Двухвазное масло. Этот бальзам я видела. Это М. Асам. Даже вроде видела. Ду Нейлс. Новинки. Гелевого маникюра появились. Пока только пудру вижу. А это... Стартер Кит. 49,95. Ладно. На это не буду отвлекаться. Ну, а здесь какие-то новинки. Такая вот тушь от Maybelline. Прикольная упаковка. Или это уже было, девочки, я не помню. Это блеск их. Гифтер Глосс. Так. Мне нужно... А вот Essence. Я думаю, что... Ага. Вот они, новинки, девочки. Вот они, новинки. Бронзин Дрокс. Настолько популярные. Все копируют этого. Дранк Элефант. Интересно. И вот эти тени. Видела. Прикольные. Такой тестера нету. Это что у нас? Это топ-коут. Такой вот оттенок есть. 2,25 стоит. А лаки... Такой красивый бронзовый оттенок. Так. Вот что я хотела от Essence. Jelly Grip Under Eye Primer Stick. Вот этот вот стик под глаза. Я думаю, что он хорошо будет как праймер под консилер. Мне кажется, если будет классное увлажнение давать. Хотя я праймер из этой линейки использую также на... Ну, зоной под глазами. Это что такое? Увидела. Hidratating Serum Stick. Линейка Hello Good Stuff. Так, давайте посмотрим, какие еще новинки появились здесь. Фиксирующий гель для бровей. Прозрачный. Такая розовая упаковка. Опа. Линейка румян пополнилась. Оттенок 50 появился. Бронзер, штифт 40. Бронзер, шоковой. А, еще этот. Stick. Хайлайтер. А это что у нас? А это тот же самый праймер. Почему эти запечатаны, а эти нет? Где этот полностью? Как-то запечатали. Этот оттенок интересный. Темный такой. 50-й. Новинка. Черри-черри. Здесь представлено всего три оттенка этих теней. Но я видела, что ее больше. Да. Это что у нас? Квик Винг. Стамп. Вроде ничего такого больше, но его нет. Лена, привет тебе большое передаю. Сказала, что вот эти румяны очень хорошие. Бэби Гот Блаш. Это а-ля Шарлотт Тилбери у них. Упаковка идет со спонжиком. Сейчас не буду открывать. В тестере этого не видно, потому что тестеры обычные. Еще вот такая вот пудра очень интересная. Флаулы Скин Трио. Здесь розовый, тенокси такой. Тоже розовато-персиковый и лавандовый. Интересно. Вот это очень интересно, сколько стоит. Всего 3 евро 95 центов. Блоринг, Брайтнин, Смуфинг. Не знаю, брать или нет на пробу. Давайте попробую, почему бы и нет. Я же сейчас хочу тестировать новинки. Так, а еще что-то появилось вроде для лица. Не помню я. Может быть здесь толку не представлено. Не вижу. Мы приехали домой и давайте вам покажу покупки, которые я совершила сегодня в магазине АДМ. Во-первых, я все-таки решила взять этот воск, попробовать для волос. У меня очень тонкие волосы и с лаком для волос, конечно, у меня получается прилезать все мелкие волоски, которые торчат, а их у меня постоянно много вырастает. Но все равно иногда получается не совсем удобно лаком для волос пользоваться. Поэтому я решила попробовать такой воск. Никогда раньше не использовала. Выглядит в виде дезодоранта. Малютка такая. И имеет очень приятный аромат. Сладковатый. Прям такой интересный, смотрите. Обязательно вам расскажу. Либо уже в пустых баночках, либо какой-нибудь апдейт сделаю во влогах. Или в каком-нибудь еще видео посмотрим. Далее, как вы же поняли, я купила наконец-то, что это у нас? Under Eye Primer Stick. Стик под глаза. Вы знаете, когда я новинки уже знала, какие появятся у Essence некоторые, сразу же сказала, что вот этот праймер под глаза я буду покупать, потому что есть у меня праймер в обычной такой форме, гелевой для лица. И мне он очень-очень нравится. Я вам уже рассказывала, потому что классное увлажнение дает. В принципе, я все праймеры наношу и под глаза. Но это специальный продукт. Получается специальный праймер под глаза. Возможно, он еще лучше будет работать. И, возможно, консилер лучше будет смотреться и так далее. Обязательно будем мы с вами вместе тестировать этот продукт. Далее я все-таки решила взять вот такую рассыпчатую пудру Flawless Skin Tree. Все, что связано с Flawless, с Brightening и с таким сияющим эффектом, я очень люблю тем более пудры. И здесь написано, что эта пудра будет blurring эффект, blur, как это выравнивание, не выравнивание. Ну, как эффект фотошопа, а-ля будет делать Brightening, конечно же, осветление и Smoothing. Типа, как мягкий слой пудры, что ли, будет лежать на лице. Наверное, что-то такого плана. И здесь три оттенка. Как уже сказала, лавандовый, такой розовый. Да, это такой сиренево-лавандовый, розовый. И обычный персиковый, бежевый, наверное, оттенок, сказала бы. Давайте откроем, посмотрим, как там внутри все выглядит. Просто интересно, как их вместе... Они вместе выходят или все-таки по отдельности? Сейчас посмотрим. Вот такой вот сифтер. Вы сначала его, получается, вытаскиваете. Нужно снять защитную пленку. И да, получается, три пудры различные сразу же выходят. И, наверное, нужно как-то правильно дозировать, чтобы какого-то оттенка не было больше. Или наоборот, лучше было больше. Даже не знаю. Надо будет пробовать, как лучше использовать эту пудру. Самое главное, чтобы она красиво смотрелась в течение дня. И давала вот это вот brightening, blurring эффект, то, что написано. Посмотрим. Ну, стоим всего 3 евро 95 центов. Почему бы и нет? А вдруг это будет такой бюджетный, классный продукт? Так. Эту купила и еще я все-таки решила попробовать. От Essence Bronzing Drops. Я вам уже сказала, что многие пытаются скопировать. Вот это вот Drunk Elephant же в первый раз произвел такой продукт. Вообще он уже давно и популярный у них. И действительно многим нравится этот продукт. Я как-то не обращала внимания на это. Один раз одно говорю. Один раз. Это было, наверное, несколько лет тому назад. Я какой-то обзор увидела у американского блогера. Она настолько хвалила. И у меня даже был момент, когда я хотела попробовать этот Bronzing Drop. Но все-таки не купила, потому что, вы знаете, Drunk Elephant очень недешево стоит. Это, да, люкс такой получается, да. Оп. С тех пор некоторые бренды такие дропы делают. Дропс, как это сказать? Капли, что ли? Бронзовые капли, да, типа. И вот Essence тоже решили выпустить свою версию. Обязательно будем пробовать. Здесь, кстати, написано, что можно использовать самостоятельно этот продукт. И также можно смешивать с каким-нибудь тоном, с тональной основой. Нужно обязательно смешать перед тем, как использовать. А, представляете, можно самостоятельно наносить. Также можно мешать с каким-нибудь кремом для лица. Ну и с тональной основой. Я хочу и тот, и другой вариант по-разному попробовать. Но такое первое впечатление мы на эти три продукта с вами сделаем. Сначала, наверное, я воспользуюсь самостоятельно, попробую. Или с кремом смешаю, посмотрю. Без тональной основы. Просто мне интересно, какой эффект будет давать. Возможно, мне больше так будет нравиться. Или же все-таки нужно будет добавлять тональную основу. Короче, посмотрим. Будем все с вами тестировать. Ну все, девочки, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.